МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что представляет собой сегодня российский парламент? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в нашей программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Внеплановые каникулы. Депутатов перед выборами выслали в регионы. На охотном ряду думцы соберутся только 21 марта. Вовремя спохватились. Госдума единогласно продлила дачную амнистию до весны 2020 года. Кредитная кабала по долгам с банками заемщики будут рассчитываться по новой схеме. Закон прошел первое чтение в Госдуме. Согласно утвержденному еще в начале года расписанию, последнюю неделю каждого месяца депутаты должны проводить в регионах. В феврале обкатанную схему поломали. Парламентариям объявили, что вместо 7 дней им вдали от столицы предстоит провести целых 3 недели. В Думу народные избранники вернутся только после 18 марта, то есть после выборов. Как утверждает газета «Ведомости», перерыв в пленарных заседаниях делается якобы для того, чтобы не перебивать информационно-избирательную кампанию. Между тем, накануне выборов негатив никому не нужен. Разгоном туч, образно говоря, кабинет занялся еще в начале февраля, когда правительство неожиданно попросило думцев отменить запланированные на февраль и март все правительственные часы. У нас выпадают два вице-премьера, это Шувалов и Рогозин. На март месяц у нас с вами были запланированы 17 и 21, это Ткачев и Колобков. И на 4 апреля у нас с вами был запланирован министр по ЖКХ Амень. Формально тайм-аут понадобился министрам, чтобы сосредоточиться на подготовке отчета правительства. Доклад премьер-министра перед парламентом запланирован на 11 апреля. Но, похоже, правительству, которое должно уйти в отставку сразу после выборов, лишний раз выслушивать свой адрес нелицеприятные замечания от депутатов уже изрядно поднадоело. Каждый год в апреле, кажется, с 2009 года мы слушали отчет правительства. Никогда это не мешало правительственным часам по той простой причине, что все те вопросы, которые депутаты задают министрам, они не успеют задать председателю правительства. Скажите, что изменилось в этом году? В качестве компенсации депутатам пообещали не ограничивать список вопросов от фракции, которые они могут задать главе правительства. Мы с вами расширили формат обсуждения, и впервые у нас в рамках регламента обсуждения не по три вопроса уже, а по пять вопросов от каждой фракции мы формулируем. Впрочем, судя по законопроектам, которые Совет Думы включил в мартовский календарь на охотном ряду, решили дождаться результатов выборов и тогда, как говорится, танцевать от печки. Я напоминаю, что главный вопрос и в этом году, я уверен, и в следующем, и даже на следующую пятилетку будет борьба с бедностью. Отменить, я считаю, незаконную пролонгацию сроков действия закона о потребительской корзине. Напоминаю, поправками в декабре месяце прошлого года на три года пролонгирована та корзина, которая принималась на предыдущие пять лет. Каждые пять лет закон должен быть пересмотрен. Вот сюда должен прийти министр Топилин и объяснить, почему прошло пять лет, а корзина будет оставаться прежней. В свою очередь, коммунисты предложили включить в повестку дня законы о национализации и Центральном банке, который КПРФ разработали совместно с ведущими специалистами Плехановского института. У нас Банк России не является государственным банком. Вы внимательно почитайте закон. Но он учредитель главного банка Сбербанка. Если лопнет, кто будет отвечать? Опять наши бедные замордованные избиратели. Но это же перезревшая проблема, когда кредитно-денежная и финансовая политика являются главной причиной нашего кризиса. Кто б чего не говорил, мы находимся в глубочайшем кризисе экономическом. Кому это непонятно? Ну, никто не хочет рассматривать. Вот у нас священная корова Набиулина, извините это образное выражение, к ней нельзя подходить и к Центробанку, к закону АЦБ нельзя подходить. Это неправильно. Оппозиционерам тут же дали понять, что им и так пошли на уступки, когда в план пленарных заседаний стали включать так называемые приоритетные законы от фракций. Не важно, что почти все такие инициативы единороссы рубят на корню. Если кто-то считает, что нужно вводить там прогрессивную шкалу налогообложений, это его право и такая точка зрения имеет право на существование. Но совершенно не обязательно, что остальные ее должны поддерживать. И так вообще и быть не может. А пока оппозиции приходится довольствоваться количеством просмотров в Ютубе. Депутатам пока никто не запрещает публично высказываться. И это надо ценить. Более чем прозрачный намек. Сегодня утро начал с просмотра новостей в Ютубе. И обратил внимание на новость, которая была в тройке. Это выступление Вера Анатольевна Гонзя. Потому что просмотров было около полумиллиона. Оказывается, это выступление по законопроекту, который Вера Анатольевна внесла, в отношении стипендий. Впрочем, парламентариям придется на один день вернуться в Москву. 1 марта им предстоит заслушать ежегодное послание президента. По его итогам, Госдуме, возможно, придется скорректировать свою работу. Повестку двух последних февральских заседаний Думы сверстали так, что в ней не оказалось законопроектов, принятие которых могло вызвать неудовольствие или раздражение у граждан. Наоборот, на охотном ряду приложили максимум усилий, чтобы перед выборами как можно большее число избирателей порадовать. Госдуме понадобилось всего два дня, чтобы принять закон о продлении дачной амнистии еще на два года, то есть до марта 2020-го. Закон о дачной амнистии был принят в 2006 году. Срок действия и льготы дважды продлевался. Последний раз это было в 2015 году. Тогда и установили нынешний день Х, 1 марта нынешнего года. За 12 лет по упрощенной схеме было легализовано более 3,5 миллионов домов и свыше 7 миллионов земельных участков. У нас остались объекты индивидуального жилищного строительства. Это, как правило, жилые дома, как правило, в небольших населенных пунктах. Конечно, мы понимаем, что это касается огромного количества наших граждан, огромного количества наших избирателей. По приблизительным подсчетам авторов законопроекта, дачная амнистия до сих пор не воспользовалась около 1 миллиона граждан. А кто зарегистрировал? Кто-нибудь анализировал? А зарегистрировали только те, кому надо продать эту недвижимость или передать в наследство. Вот они регистрируют, все остальные не регистрируют. Почему не регистрируют? Да потому что есть у нас закон налог о кадастровой стоимости на недвижимость и на земельные участки. И если ты сегодня не зарегистрировал свою недвижимость, платить не вводишь. А если зарегистрировал, то будь здоров, плати и очень даже немалые деньги. У нас навести надо порядок с оценкой кадастровой стоимости. Надо с этим прежде всего навести, потому что люди боятся этих налогов. Не спохватись вовремя депутаты и не продли амнистию, и тогда все дома, не поставленные на учет до 1 марта 2018 года, автоматически попали бы в разряд самостроя. Мы предлагаем до 1 марта 2020 года оформление в упрощенном порядке и прав на объекты индивидуального жилищного строительства. Это без разрешения на строительство, без разрешения на ввод в эксплуатацию, без вот этих документов. Так что думцы смело могут записать свой актив-двачка. И смуту предотвратили, и народ подтолкнули к регистрации недвижимости. Тем самым доход к казне принеся. Сегодня введение, скажем так, индивидуального жилья в строй, оно фактически компенсирует тот провал, который строительная отрасль сегодня терпит, по большому счету. Если бы не было еще и введения вот этого ИЖС, индивидуальных жилых домов, мы бы получили колоссальный провал в большинстве регионов по сдаче в эксплуатацию квадратных метров. Поэтому и правительство заинтересовано дополнительно, что называется, пока прикрывать свои огрехи, прокрывать вот эту дуру за счет регистрации тех жилых, индивидуальных жилых домов, которые не были зарегистрированы. Между тем, предложение оппозиции сделать дачную амнистию бессрочной не нашло поддержки у доминирующего большинства парламента. Сегодня 47 миллионов российских граждан имеют кредиты на общую сумму более 12 триллионов рублей. Еще недавно в Минэке кредитный бум объясняли стабилизацию финансовой ситуации в стране. Однако за ростом кредитования скрывается куда более нелицеприятная история. Свыше половины всех заемщиков новыми кредитами оплачивают старые. По данным Объединенного кредитного бюро, 6 миллионов наших граждан потеряли все шансы выбраться из кредитного капкана. В правительстве наконец-то обратили внимание на высокую закредитованность населения. В Госдуме прошел первое чтение, Минюстовский законопроект, меняющий порядок погашения банковской задолженности. В настоящий момент банки трясут должника словно грушу. Сначала берут все неустойки, а уже потом списывают проценты по займу и сам долг. О том, как государственный банк разорил крепкого фермера, Александр Романов рассказал на парламентских слушаниях в Думе, посвященных развитию сельского хозяйства. То есть пилотный проект, значит, Росвельхозбанк под 15 или 16 процентов там выдали кредит, 30 миллионов взял, построил прекраснейшую ферму, на новом месте прекраснейший, закупил элитный хороший скот, то есть с 10 по 15, 5 лет я сумел выплатить, успел выплатить 9 миллионов основного долга из 30 и 16 миллионов процентов. В 16 году, как говорит Александр, он слетел с графика платежа. И сегодня фермер должен банку 35 миллионов рублей. За последние два года набежали штрафы и пени. Я банке подхожу, говорю, давайте, пролонгируйте на 15, давайте я сделаю сам график, на 15 лет я смогу потихонечку расплатиться. Нет, вот пролонгируют на год, через год там 8 миллионов сразу заплатить. Закон, разработанный чиновниками из Минюста, устанавливает новый порядок погашения потребительского кредита. Если должник будет платить срок, новые пени банк начислять не будет, а просто заморозит ту сумму, которая набежала за просроченные выплаты. В целях недопущения закабаления заемщика, который заинтересован в том, чтобы как можно быстрее погашалась его задолженность по основному долгу, поскольку это ведет к уменьшению суммы уплачиваемых процентов за пользование денежными средствами, проектам предлагается изложить в новой редакции часть 20 статьи 5 закона о потребкредите. Кстати, в первоначальном варианте законопроекта была прописана другая схема. Сначала гасится долг, а затем проценты и в последнюю очередь штрафы и пени. Но, судя по всему, такой порядок не устроил кредитные организации и банковское лобби в Госдуме. Процент за получение, пользование этим займом – это же те потери или тот недоход, кто этот займ вам выдал. В таком виде закон не спасет должников от кредитной кабалы, считают оппозиционные депутаты. Из трибуны Госдумы хотелось бы банкиров, микрофинансовые организации, коллекторов и прочих барыг поздравить. Их лоббистские возможности по этому закону сильнее, чем возможности народных избранников, которые выслушивают каждый раз проблемы наших избирателей. Проценты по потребительским кредитам сейчас и так немаленькие. Да и риски у банков все просчитаны, уверены депутаты. В данный законопроект должны быть внесены поправки. И в первую очередь погашаться должно тело кредита. Нравится это банкам, не нравится. Потеряют они какую-то долю, не потеряют, изменят или не изменят. Их аппетиты сегодня непомерные. Я говорю не только про микрофинансовые организации, даже про государственные банки. Но, похоже, даже такой компромиссный вариант банкиров не устраивает. И уже в прессе начали появляться пугающие статьи о повышении процентных ставок, если закон будет принят. Знак неравенства. 320 миллионов рублей в бюджете не нашли депутаты-единороссы, чтобы поддержать российских граждан, которые работали по вольному найму в Афганистане в период с 1979 по 1989 годы. Включительно это медсестры, врачи, телефонистки, повара, строители и водители. Законопроект о расширении льгот для российских граждан, которые волей судьбы оказались заброшены в Афганистан, подготовил депутат Владимир Позняков, который сам по комсомольской путевке был когда-то откомандирован в Кабул. Работать приходилось в условиях воюющей страны. Обстреливая дороги в составе автоколонн, перевозивших снаряды и военную технику, медсестры, медсестры, фельдшеры, парикмахеры, многие-многие другие преподаватели в учебных заведениях. И они так же, как и солдаты-офицеры в советских гарнизонах, жили в условиях, обстреливаемых душманами с гор. Ехали по желанию, приказов не было, но вряд ли кто из них представлял точно, что их ждет в Афганистане. В газетах ничего не говорили ни об убитых и раненых, ни об ужасной антисанитарии, ни о жизни в палатках под палящим солнцем днем и в пронизывающем холоде ночью. Представители большинства, да, собственно, всех общественных организаций ветеранов, которые работали в период боевых действий в Афганистане, ставят вопрос об устранении сложившейся несправедливости и предоставлении им реальных мер социальной поддержки. Кстати, вольнонаемным афганцам даже не засчитывают в рабочий стаж год за полтора, как это было во времена Советского Союза. В законопроекте, чтобы устранить это, предлагается несколько мер. Я зачитаю позицию из финансово-экономического обоснования. Компенсация за предоставление льгот в виде оплаты 50% занимаемой общей площади жилых помещений. Льготы по обеспечению протезами крови зубных и протезно-ортопедическими изделиями. Ежемесячные денежные выплаты – 1200 рублей. Всего по нашим расчетам на 2018 год всего расходов составит 320 миллионов рублей. Как всегда, домское большинство, когда речь заходит о деньгах, а их выделять не хочется, как счетом прикрылось законом. Подходы по приравниванию мер социальной поддержки для ветерана боевых действий и лиц, направленных на работу в Афганистан в период введения там боевых действий, но не принимавших участие в самих непосредственных боевых действиях не соответствует концепции и идеологии федерального закона о ветеранах и противоречит балансу социальных гарантий для ветеранов, объем которых установлен для каждой категории ветеранов с учетом их заслуг перед Отечеством. Наверное, равнять боевых офицеров с продавщицами и телефонистками неправильно, но авторы законопроекта и не просили об этом. «Коллеги, мы не просим приравнять. Мы говорим о том, что группе людей, которым сегодня очень тяжело помочь лекарствами, чтобы они могли приобрести, помочь поплатить за жилье, помочь протезами, вот какую меру, а вот сравнивать, приравнять, мы же гораздо меньшее средство, хотя бы что-нибудь для этих людей. Я этому прошу. Я к вашим сердцам обращаюсь. Помогите тем людям, которым плохо. Сегодня плохо». Согласно закону о ветеранах, к числу участников Великой Отечественной войны были отнесены все гражданские лица, прошедшие со своими воинскими частями всю войну. Так что пока унизительная дифференциация действует только в отношении вольно-наемных афганцев. Но сегодня на повестке дня Сирия. В этой арабской республике находится большая группа российских граждан, обслуживающих военные городки. И как быть тогда с ними? На сегодня это все. Это была программа «Стоит задуматься» и я, ее ведущая, Регина Лисаченко. Смотрите нас через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин